Кажется, что ты просто идешь по городу. Магазины, дороги, транспорт, люди с телефонами. Но в Китае это, кажется, исчезает буквально за поворотом. Здесь за день можно оказаться в будущем. В самом прямом смысле. Такси без водителя, вода из воздуха, город как единый разум. Пока остальной мир обсуждает теорию искусственного интеллекта, Китай уже встраивает ее в повседневную жизнь. Здесь не нужно искать банкомат, потому что наличные почти исчезли. Не нужно вызывать курьера, этим занимается робот. Не нужно переживать за пробки. Транспорт управляется в режиме реального времени и уличные камеры общаются между собой. Все выглядит как научная фантастика, но это обыденность, к которой жители уже привыкли. За последние 30 лет Китай прошел путь от страны, где велосипед был роскошью, до нации, определяющей глобальные технологические тренды. И все это не просто демонстрация силы, а четко спланированная стратегия на десятилетия вперед. В Китае не просто делают гаджеты. Здесь создают целые экосистемы, в которых технологии не дополнение к жизни, а ее основа. В этом ролике ты увидишь, как на самом деле живется в самой технологичной стране мира. Все, что покажем, реальные факты, реальные технологии, реальные люди. Без фантастики и приукрашиваний. Но приготовься. То, что ты увидишь, может сильно изменить твое представление о том, в каком времени мы живем. Дальше начнется то, ради чего ты кликнул это видео. Увидеть, как уже сегодня работают технологии, о которых весь остальной мир только мечтает. Китай, летающее такси — это не прототип на выставке и не компьютерная визуализация. Это реальный транспорт, который уже поднимается в воздух. Компания Иханг, базирующаяся в городе Гуанчжоу, первой в мире получила официальное разрешение на коммерческое использование пассажирского дрона. Их модель Иханг 216 — это двухместное автономное аэротакси, которое уже выполняет испытательные полеты в нескольких городах Китая. Устройство выглядит как капсула с пропеллерами, похожая на огромный дрон. Оно не требует пилота. Пассажир просто выбирает маршрут через приложение, садится внутрь и ждет взлета. Пока что полеты проходят в пределах небольших зон, но планируется расширение маршрутов. Особенно активно эта система тестируется в туристических местах, где перемещение на высоте дает уникальный опыт. Иханг уже провела тысячи успешных полетов, в том числе с реальными пассажирами. Компанию поддерживают на уровне государства, а технологии разработаны полностью внутри страны. В ближайшие годы правительство планирует создать сеть аэромаршрутов между крупными агломерациями. Это означает, что пересесть с метро на летающее такси в Китае станет такой же обыденной частью жизни, как сегодня вызвать машину через приложение. В то время как другие страны все еще обсуждают регуляции и безопасность, Китай уже действует. Возможно, массовое распространение таких такси по-прежнему вопрос времени. Но сама реальность того, что они уже летают, подтвержденный факт. А теперь представь, что ты идешь по улице и вдруг встречаешь киоск, в котором из воздуха делают воду. Эта технология звучит как фантастика, но она уже используется в Китае. Специальные установки, способные превращать воздух в питьевую воду, становятся все более распространенными. Принцип работы основан на сборе влаги из атмосферы через конденсацию. Один из примеров – устройство, произведенное на юге Китая, способное ежедневно добывать до 30 литров воды прямо из воздуха. Процесс выглядит просто, но на деле это серьезная инженерная система. Аппарат всасывает воздух, охлаждает его, превращая водяной пар в капли. Далее вода проходит через фильтрацию, минерализацию и поступает в диспенсер, готовая к употреблению. Особенно полезны такие установки в зонах, где доступ к качественной воде ограничен. Технология активно внедряется не только в частных домах и офисах, но и на объектах инфраструктуры – в технопарках, школах, гостиницах. В некоторых проектах эти устройства интегрированы в солнечные батареи, что делает их полностью автономными. Китайские производители выходят на международный рынок, предлагая экономически выгодные и экологически чистые альтернативы привычным системам водоснабжения. В условиях глобального потепления и увеличивающегося дефицита пресной воды это решение может сыграть критическую роль. Китай не просто применяет технологию, он делает ее частью обыденной городской среды. Но как вообще стало возможным такое стремительное внедрение передовых решений? Ответ – в безумно быстрой трансформации страны, которая еще недавно была совсем другой. Один из самых ярких примеров технического скачка – это Маглев, магнито-левитационный поезд, соединяющий аэропорт Пудун с городом Шанхай. Его стандартная скорость – около 300 миль в час, а в режиме испытаний он разгоняется до 480. Вся поездка длится меньше 10 минут, и при этом пассажиры почти не ощущают движения. Настолько плавен и тихий ход. Маглев не использует традиционные колеса. Он парит над рельсами благодаря магнитной подушке, что снижает трение до минимума. Это позволяет достигать таких скоростей, которые недоступны даже скоростным поездам Японии или Европы. С момента запуска в начале 2000-х годов система показывает высокую надежность и точность работы. Китай активно расширяет Маглев инфраструктуру. Уже разработаны проекты для новых маршрутов, в том числе между крупными мегаполисами. В некоторых регионах тестируются даже сверхскоростные версии, способные разгоняться до более чем 600 миль в час. Потенциально это станет заменой авиации на короткие дистанции. Такой транспорт не просто удобство. Это символ того, как Китай ускоряет буквально все вокруг. От передвижения до строительства. Страна, где каждый год появляются новые районы, города и небоскребы, не могла обойтись без поезда опережающего время. Но куда более поразительно не то, как китайцы ездят, а как они строят. И как бывшие деревни превращаются в техноцентры. 30 лет назад на месте современных китайских мегаполисов часто были глиняные домики, козы и рисовые поля. Сегодня это стеклянные башни, технопарки, автоматизированные заводы и миллионы жителей. Эта трансформация не произошла случайно. За ней стоит государственная программа стратегического планирования, которая работает на десятилетия вперед. Ключевым моментом стала идея не просто развивать города, а создавать с нуля умные зоны, куда привлекались и инвесторы, и специалисты, и технологии. Один из таких примеров – новый индустриальный район рядом с Шанхаем, где всего за два года на месте деревни вырос промышленный кластер с передовыми производствами. Там же и строились первые аппараты по производству воды из воздуха. Местные власти создают условия, в которых предпринимателям выгодно открывать бизнес. Налоговые льготы, инфраструктура, поддержка. Взамен требуется одно – высокое качество и инновационность. Так деревни постепенно становятся хабами будущего, а местное население – рабочей силой новой технологической экономики. На фоне такого бурного роста экология могла бы пострадать. Но именно это и стало следующим вызовом, который Китай решил технологически. В последние годы Китай столкнулся с последствиями стремительной урбанизации. Наводнение, перегрев улиц, загрязнение воздуха. Вместо косметических мер была принята национальная концепция губчатых городов. Это не образное выражение. Это конкретная технология, призванная сделать мегаполисы устойчивыми к климатическим изменениям. Суть проста – город должен впитывать воду как губка. Для этого создаются специальные покрытия на дорогах и тротуарах, которые пропускают влагу в почву. На крышах домов появляются зеленые сады, а вдоль улиц – каналы, способные перераспределять дождевую воду. Все это позволяет уменьшить нагрузку на дренажную систему и снизить риск затоплений. Пилотные проекты уже реализованы в Пекине, Шанхае, Ухане и других городах. Более того, с 2020 года новые жилые комплексы и деловые центры обязаны соответствовать губчатым стандартам. Китайцы не только борются с последствиями плохой экологии, они перестраивают сами основы городской жизни. Эти решения делают жизнь комфортнее и безопаснее. Но главный ударный фронт технологии все еще впереди – на колесах, в моторном отсеке и в батарее. Именно там Китай стал бесспорным мировым лидером. На китайских дорогах все меньше слышен рев мотора, и все чаще слышно – ничего. Китай стал лидером по производству и продаже электромобилей, обогнав не только США, но и всю Европу. Главная звезда – бренд BYD. Это не элитный производитель, а народная марка. Их модели настолько доступны, что позволить себе их может практически любой работающий китаец. BYD начинала с аккумуляторов, потом делала телефоны, а затем вышла на авто. И сейчас это один из крупнейших производителей электромобилей в мире. Их машины продаются на всех континентах. Многие модели разгоняются до 60 миль в час меньше, чем за 5 секунд, имеют массаж в сидениях, вентиляцию, автономное вождение, и все это за цену в 3 раза ниже Tesla. Но главное – это не только массовость. Это инфраструктура. Зарядки повсюду – возле домов, магазинов, школ. В городах для электромобилей выделены льготы, зеленые номера и упрощенная регистрация. Кроме того, владельцы таких авто могут рассчитывать на налоговые вычеты и субсидии. Это не мода, а государственная политика. Сегодня даже такси и автобусы в южных провинциях почти полностью электрифицированы. Китай не просто перешел на новые технологии, он сделал их нормой. Тот же BYD уже не производит машины с двигателями внутреннего сгорания. Полностью перешел на зеленую энергию. Но как им это удалось? Ответ – в умении учиться и адаптироваться. Особенно, когда в игру вступают мировые бренды. В конце 2000-х китайский автопром был посмешищем. Низкое качество, устаревшие конструкции, неуклюжий дизайн. Но все изменилось, когда одна китайская компания купила шведский автогигант Volvo. Сделка обернулась настоящей революцией. Китай получил доступ к инженерам, технологиям и ноу-хау, которые десятилетиями создавались в Европе. Сначала китайцы копировали, потом начали улучшать, потом создавать собственное. Один из самых заметных примеров – бренд Zikr, который входит в группу Gili, владеющую Volvo. Эти автомобили поражают качеством отделки, технологиями, дизайном. И стоят они гораздо дешевле аналогов из Германии или Японии. Помимо Volvo, Китай приобрел еще ряд иностранных активов, заводы, лицензии, даже целые команды разработчиков. Все это стало частью внутреннего производства. Благодаря этому китайский автопром смог сделать резкий рывок вперед, минуя десятилетия проб и ошибок. Но главное даже не это. Главное – менталитет. Когда Илон Маск в интервью заявил, что китайцы никогда не догонят Tesla, местные бренды восприняли это как вызов. Через пять лет Китай продавал больше электромобилей, чем Tesla, и по многим параметрам превзошел ее. Впрочем, пока машины вызывают бурю эмоций, кое-кто другой служит в тишине. Эти работники не устают, не требуют зарплаты и уже заменили тысячи людей. Однажды ты звонишь на ресепшн гостиницы и просишь принести зубную щетку. Через несколько минут к твоей двери подъезжает робот. Не человек, не курьер, а полностью автономная тележка с сенсорным экраном. Она вызывает лифт, доезжает до нужного этажа, находит номер и сигналит, что прибыла. Это не демонстрация, а повседневная реальность в китайских отелях. Такие роботы обслуживают отели, больницы, склады и даже рестораны. Баристов кафе может быть роботом. Танцор на уличном шоу тоже. На некоторых предприятиях роботизированы до 90% процессов. Это не только экономия, но и снижение ошибок. Китай инвестирует миллиарды в робототехнику, и государство активно субсидирует такие проекты. Сейчас особенно развиваются гуманоидные роботы, которые могут выполнять базовые бытовые задачи. Мыть полы, нести предметы, работать на стойке регистрации. В городах-экспериментах роботы управляют логистикой целых микрорайонов. От мусора до доставки товаров. Конечно, пока эти технологии еще не идеальны. Но Китай не ждет идеала, он внедряет все на практике и дорабатывает уже на ходу. Такой подход позволяет стране двигаться в темпе, с которым почти никто не может конкурировать. Но все эти роботы — лишь часть большой схемы. Потому что в Китае весь город может быть умным и работает как единый организм. Представь город, в котором лампы на улицах загораются только тогда, когда по ним кто-то идет. Где мусорные баки сообщают, что они заполнены. Где светофоры регулируются в реальном времени в зависимости от трафика. В Китае это не проект, это реальность в десятках мегаполисов. Умный город — это система, где каждая часть инфраструктуры связана друг с другом через сеть сенсоров и управляется программным обеспечением. Уровень шума, загрязнение воздуха, температура, движение транспорта — все фиксируется в реальном времени. Эти данные анализируются и позволяют мгновенно реагировать на ситуацию. Такие города уже действуют в Шэньчжене, Гуанчжоу, Ханчжоу и других регионах. Благодаря этим системам удалось сократить время пробок, повысить безопасность на дорогах, улучшить работу служб. Китай инвестирует в умные города через крупные госкорпорации и создает платформы, которые потом экспортируются в другие страны. Но у такой системы есть и оборотная сторона — контроль. Каждое движение, каждая покупка, каждая ошибка может быть зафиксирована. В таких условиях особенно заметно, как изменилась повседневная жизнь. И это видно даже потому, как ты платишь за бутылку воды. В Китае ты можешь неделями не видеть бумажных денег. Все, там от покупки жвачки до оплаты квартиры, проходит через телефон. WeChat Pay и Alipay стали универсальными инструментами оплаты. QR-код сканируется, и деньги списываются мгновенно. Ни карты, ни пин-кодов, ни сдачи. Просто смартфон и все. Даже уличные торговцы, даже бездомные, даже донаты в храме — все через QR. Многие автоматы вообще не принимают ни наличку, ни банковские карты. Только цифровые платежки. Для туристов без местного банка это становится вызовом. Обычная карта виза здесь может не сработать. С такой системой жизнь становится быстрее. Оплатить проезд, вызвать такси, купить кофе — все занимает секунды. Твоя история покупок сохраняется. Расходы видно сразу. Возврат денег происходит автоматически. Власти активно поддерживают такую цифровизацию. Это удобно, прозрачно, позволяет собирать данные о потребительской активности. Но за удобством кроется тотальный контроль. Финансовые привычки, маршруты, графики сна — все может быть проанализировано. Такое удобство заманчиво. Но оно становится частью более широкой системы, где контроль и повседневность сливаются в единое целое. Одна из самых обсуждаемых китайских систем за рубежом — это социальный рейтинг. Его часто представляют как антиутопию. Государство следит за каждым шагом, и при малейшем проступке человек теряет права. Но в реальности все немного иначе. Не существует единой всекитайской системы, как это часто описывают. На деле это десятки разных программ, реализуемых на уровне городов и провинций. Система работает по схеме баллов. Например, за соблюдение правил, уплату налогов, волонтерство можно получить плюсы. За нарушение ПДД, просроченные долги или фальшивые отзывы — минусы. Эти баллы влияют на доступ к государственным услугам, получение кредита или возможность купить билет на поезд повышенного класса. Часто эта система работает не напрямую через госструктуры, а через коммерческие приложения, вроде тех же Alipay или WeChat. И да, такое оценивание поведения вызывает споры. Однако сами китайцы по опросам относятся к ней скорее позитивно. Для них это инструмент порядка, а не давление. Конечно, риски злоупотребления есть. Иногда ошибка в системе может стоить человеку доступа к услугам. Бывают случаи, когда за долги родственников ограничивали выезд за границу. Но таких случаев становится все меньше. Механизмы обжалования работают, особенно в крупных городах. А чтобы понять, как Китай выстраивает свою систему общественного устройства, нужно посмотреть на то, как он вытащил миллионы людей из бедности. В начале 2000-х Китай был страной, где бедность ощущалась в каждом уголке провинции. Деревни без дорог, дома без электричества, жители перемещающиеся по канатным дорогам. Но уже к 20-м годам 21 века Китай официально заявил об устранении крайней нищеты. И это не просто красивая формулировка. Это результат колоссального усилия. Правительство запустило программу по переселению жителей из бедных регионов в новые города. Там строилось жилье, школы, больницы, создавались рабочие места. Одновременно развивали туризм, сельское хозяйство, малый бизнес. Многие семьи, которые еще 10 лет назад выращивали кукурузу на склонах, теперь владеют гостиницами или онлайн-магазинами. Особое внимание уделяли регионам с национальными меньшинствами. Там создавались условия, чтобы сохранить культуру, язык, традиции и при этом дать людям доступ к современной инфраструктуре. К примеру, тибетцы в отдаленных районах теперь могут работать в туризме или на местных предприятиях. Этот процесс не был идеальным. Были и переселения без достаточной подготовки и проблемы с адаптацией. Но в целом Китай добился результата, который пока не удалось повторить ни одной другой стране мира с таким населением. Однако китайцы не просто создают города. Они создают и рынок, в котором каждый может стать продавцом. Даже если у тебя нет ни магазина, ни склада.